Ребята, всем привет-привет, всем доброе утро. К нам прошла весна, смотрите, какой козырек у нас висит. Я даже боюсь, что он может сейчас упасть. Его надо как-то сбить. Все капает, температура ноль, бурана пока так и нету никакой метели. Я иду кормить своих животных. Иду и боюсь. Что творится во дворе? Радуется, радуется моя собачка, радуется моя собачка. На, скорее, мой хороший, на, скорее, мой хороший, мой-мой-мой-мой мальчик, мой-мой-мой-мой зайчик. Давай, кушай, кушай, кушай. Это сегодняшнее меню для вигры. Хочу показать вам сугроб. Видите, какой на козырьке? Надо сейчас его как-то сбить, иначе он упадет. У меня серик ушел вчера гулять и до сих пор нету. Обычно утром он всегда уже был, а сегодня нету. Что за дела творится с моими животными? Смотрите, как просел снег. Сразу видно, что все село, все подтаяло. Ходить очень тяжело. Услышала меня, гавкает. Услышала меня? И вторая сидит, ждут, ждут. Ждут меня, мои красотки. Ждешь меня, да? Ждете? Сейчас, сейчас, подождите. На, на лету ловит. На, еще. Ой, ты какая дрессированная, а. Что, моя красоточка? Да. Давай. Все, на, это, простите, больше нету. Все. Это в игрушке. Все, моя хорошая папая. Я иду сегодня в котодом. У самой сердца щемитаж. Нет, вот он, Василий мой. С леса сидит. Что, мой Васечка, ты болеешь, да? Что-то, видите, у него и глазки какие-то. Но он не дает даже погладить его. Не дает. Ну, слава богу, с лес все нормально. Буду кормить. Буду кормить. Хотя, вот они же вчерашний корм не доели. Кушать. Вот мой, Васька, я разглядела, точно он болеет. Смотрите, какие у него сопли. Надо срочно его лечить. Надо срочно его показать. Либо ветеринару, либо колоть антибиотики. Просто я не знаю, как. Потому что он в руки не дается даже погладиться. Бедный мой котенок. Я же заподозрила, что что-то с ним не то. Больше не буду открывать окно. Видимо, Адакен, когда открывал окно, может, его продуло. Ну, хотя, с другой стороны, он жил всегда беспризорную такую жизнь. Не знаю. Но от еды отказывается. Не ест. Покажу себя, покажу себя. Ребят, вчера мне прилетел один комментарий. Одна мадам мне там написала. Полная антисанатария в котодоме. Еще такое показываешь. Ребята, у нас здесь раньше куры были. Это сарай. Это сарай. Я не собираюсь здесь делать евроремонты. Здесь побелено. Дезинфекцию я сделала. Благодаря вашей помощи окно поставили. Пол залитый. Стеллажи есть. Тряпки. Ну, вот на зиму я постелила все чистые. Весной я их выкину. Потому что стирать их. Ну, как ты будешь их стирать? Например, двуспальное одеяло. Я уже не простираю. Постелю свежие. Может быть, летом вообще тряпки не нужны будут. Все. А какой здесь порядок? Лотки мы меняем. Полы подметаем. Какой здесь еще порядок я могу навести? Что за глупости? Всегда найдется одна, которая свои пять копеек вставит. Не собираюсь здесь никакие евроремонты делать. Я считаю, что нормально. Тепло. Еда есть. Лотки меняются. Что еще нужно? Но нет у меня денег на евроремонты. Мы дома еще до сих пор доделать не можем. Мне вон спальню надо делать. Надо уже присматривать обои, на потолок денежку откладывать. Потому что в спальне у меня не хуже, как здесь. Никак не получается. Потому что в наше время все очень-очень дорого. Люди, видимо, этого не понимают, когда сами не сталкиваются. Я не знаю. Даже тот человек, который держит одну кошку. Иногда я слышу, что он жалуется, что как дорого. Сколько денег уходит на животных. Посмотрите, сколько их у нас. Ну, разве это возможно? Всех лечить, прививать. Что еще? Вакцинировать. Я сказала это. Что мы делали еще на учет, когда их ставили? Чипировали. Это тоже все-все деньги. Глистогонки делаю постоянно. Корма. Сами видите, сколько всего уходит. Ну, зачем такое писать? Не понимаю я. Не понимаю. Встаньте на мое место. Возьмите себе 11 кошек. Я посмотрю, какой порядок вы будете наводить. И чем вы будете их кормить. Не надо. Осуждать это легче всего. А вот взять и сделать, это уже другое дело. Так хорошо у меня день начался. Сейчас я сделаю, докену тормозочек на работу. И хочу поехать. Мне пришел автоклав. Где-то на сейфуле, но там склады есть. Пришел автоклав, поеду забирать. Еще планирую по магазинам. Не знаю, успею, нет. Ну, должна успеть. А то потом как задуют бураны, и будем мы сидеть. И будем мы сидеть. Ой, что ж с Васькой-то мне делать, а? Смотрю на него сидит, от еды отказывается. Полный нос соплей. Позвонить доктору в цирк, спросить. Может быть, он мне назначит. Ну, я просто даже не знаю, как я его буду колоть. Ведь все антибиотики делаются внутримышечно. Ладно, если бы в холку. Проблем бы таких не было. Внутримышечно очень тяжело колоть. Это надо... Нормально эта кошка дергается. А дикий так вообще... Не знаю, буду думать. Могла уйти просто так от Васи. Думаю, дай-ка попробую я его погладить. И смотрите, он дается мне, мой хороший. Раньше не давался. Мой хороший мальчик. Я буду тебя лечить, не бойся. Сейчас я сделаю свои делишки. И займусь тобой, мой хороший. Все любят ласку. Все хотят быть любимыми. Все хотят внимания. Видите? А до этого шипело вообще страшно, что я боялась даже прикоснуться к нему. Все нормально. Вылечим у тебя, Василий. Вылечим, не переживай. Видите, как легко я с ним расправилась. Вуаля, и он слетел. Да я лопатой стукнула, он сам скатился. Ничего там сложного и не было. Я все-таки нарядилась. Поеду за автоклавом. Потому что у нас идут штормовые предупреждения. Мало ли, сейчас задуют бураны. Охранение там недолгое. Потом еще отправят назад. Либо штраф будет. В общем, решила, пока более-менее погода есть, поеду съездим. Переживаю, Серика нет. Вот уже время ближе к обеду, а его нет. Что за дела? Что за гулящие? Пошли такие животные, а? Нету. Я и кыскала, и ходила кормить. Там кыскала. Нету. Обычно я кыск-кыскнула. Он у меня сразу с крыши раз и прыгает. Сейчас нету. Не знаю. Жду, конечно, что придет еще. В общем, поеду я на такси. Потому что на автобусе я никак его не увезу. Он, видимо, большой. Судя по всему. Ну, наверное, как титан, я думаю, так. Где-то. В общем, сейчас все увидим. Поехали. То и как нашли, и то не знаю. Это место, не это. Иду узнавать. Ветрище страшное на улице. Сто складов. Сейчас узнаю. Да, это этот склад. Пошел. Уже взяли у меня удостоверение. Пошли. Смотри. Сейчас, наверное, отгрузят. Это мое, да? Да. Вот такая вот коробочка. Тяжелая она. Сейчас распишусь, что получилось. И все. Автоклав. Крестьянка-сельчанка. Двадцать шесть литров. Ох, и наделаю же я тушеночки, кашки всякой разной. Красота. Все. Сейчас загрузимся и поедем. Как приятно получать такие подарочки. Да, да. Какой здесь спуск, видите? Аж голова кружится. Все, спасибо вам большое. Привет. Ребят, бегу на Валбирес. Приболтала водителя. Заехать в Николаевске и на Валбирес. Чтобы мне уже тогда сегодня не выходить. Ой, как скидывают снег тоже по крышам везде. Везде все тает. В общем, на Валбиресе мне пришел фонарик. Для моих маникюрных работ. А в Николаевске мне надо кое-что купить из продуктов. Так что вот такой хороший мне парень попался. Сказал, заедем без проблем. Все, тогда сегодня мои магазины уже отменяются. Сейчас вот это все куплю и все. И до дому. Дома уже покажу, что купила. Ну, много сегодня я покупать не буду. Конкретно за продуктами. Надо идти уже в отдельный день. Не за мясом надо уже идти. Сейчас, наверное, минтай куплю на ужин. А потом уже надо идти за мясом. Прикол. Самое главное, это я забыла, что я собиралась маску одеть и аксалинкой намазаться. Только сейчас вспомнила, когда услышала, что в Казахстане хотят внедрить массовый режим опять. Представляете? Вот что значит. Тундра так тундра. Сильный ветер. Покажу вам, какой смельтайчик я купила. Хочу вечером зажарить. Шесть штук взяла. И взяла вот такую вот голень. Тоже хочу зажарить в закопке. Это карамельки на тормозок. И еще взяла колбасу и сырный продукт. Все. Это все мои покупки. Ну и лапы, естественно. Лапы и крупа еще. Просто я уже убрала, забыла, блин. Все уже разнесла по местам. В общем, крупы взяла 3 килограмма и 3 пакета лапок. Вот такую взяла колбасу. Давно мы не брали варенку. Что-то хочется окрошки сделать. Думаю, если завтра куплю огурчик, значит сделаю. Поэтому взяла без свинины. Видите, написано. Колбаса вареная. Ну, думаю, что вкусная. Эта фирма хорошая вообще. Ну и, конечно же, хочу хоть одним глазком взглянуть. Что мне там пришло. Не получается сейчас. Смотрите, как все хорошо упаковано. Сколько вот этой фигни. Антистресса. Можно нервы успокаивать. Ну что, все хорошо. Все хорошо упаковано. Вот такой вот бачок. Крышка. Документы. Сейчас посмотрим получше. Рассмотрим эти документы. Вот. Теперь надо закупить продукты. Докен будет на выходном. И будем пробовать делать. Я очень хочу каши попробовать сделать. И рыбную бы хотела попробовать. Консерву. Хотя бы с ментая даже. В общем, будем что-нибудь пробовать. Что тут у нас? Барантиметаллон. О, подарочный купон. Так что я могу еще что-то заказать. У меня будет скидочка. И вот инструкция. Потом я все буду изучать. Не деритесь. Не деритесь. И рецепты, конечно же. Конечно же, здесь есть рецепты. Вот они, видите. Даже овощные салаты. Можно делать икра баклажановая. Паштет мясной. Ммм. Красотень. Я очень давно хотела эту штуку. Очень давно. Вот если бы она у нас была, когда папа был, когда у нас рыба была в достатке. Ну, тогда бы вообще было прекрасно. Я всегда мечтала. Думаю, вот столько рыбы он возил ведрами. Закрывать бы ее в банке. Ну, всему свое время, видимо. Вот сейчас он у меня появился. Только рыбы теперь нема. И вот такой вот фонарик я купила себе. Теперь вот так прищепляю его. И не надо мне, чтобы клиент мне помогал. Замечательно будет. Я сама буду регулировать, куда мне нужно. Очень даже хороший фонарик. Просто я думала, он работает как бы от батарейки. А он нет. Он от сети. Предыдущий у меня был. Заряжаешь его и все. А это нужно дополнительно место искать в розетке. Вот это не очень мне нравится. Ну, а так нормально. Я уже проверила. Все работает. Все отлично. Ребят, на сегодня все. Что-то ничего больше сегодня не хочу вам показывать и рассказывать. Буду сегодня у нас с вами я уже прощаться. До завтра. Всем пока-пока. Жду от вас обратной связи. Ваши лайки и комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok